всем привет добро пожаловать на канал и сегодня у нас с вами еще одна распаковочка лето время асфальта время так сказать дрифта но в моем случае туринга потому что я особо дрифтить не люблю может быть просто не умею не могу вам ничего по этому поводу конечно сказать вот поэтому я больше люблю как говорится туринг шоссейная резина не слики вот резиновые ну и соответственно более понятное управление сколько людей столько мнений мне ближе туринг что у нас сегодня с вами у у нас сегодня 6 hp и рейтинг спринт 2 у меня есть несколько моделей hp и дрифт ух вот сейчас я вам их все покажу мы с вами поговорим посмотрим их не в чем у них разница ну и каждый определиться что ему больше нравится так запасные части мешочек сама модель мой этикеточка отвалилась этикеточка спринт инструкция чеки чек на покупку соковыжималки очень нужная вещь далее аппаратура управления т.ф. 11 а вот закрывашка закрывашка отвалилась и немножечко дополнительно колес и 3м скотчик так все убираем коробочку вот такая вот интересненькая модель у нас повторюсь hp и спринт 2 чем спринт 2 отличается от спорта спорт у меня есть как вы уже успели заметить еще спорт 3 дрифт вот такая шайка но к сожалению мы сможем рассмотреть только именно шасси потому что кузов от нее уехал другому хозяину мы решили с ним поменяться он мне пришлет другой есть у меня еще одна моделька тоже спринт 2 вот сейчас мы с вами их сравним спринт 2 изначально идет на без коллекторной системе спринт 3 на коллекторе давайте пока его отставим в стороночку вот поговорим о новой модели давайте вскроем и посмотрим что она из себя представляет вот это конечно антенна это конечно просто крах надо ее будет спрятать там внизу я думаю все равно хватит сигнала потому что 24 в принципе бьет довольно таки далеко я думаю проблем то что антенна будет под коркой не будет смотрим что у нас здесь у нас здесь сток система на ремне это ремень очень сильно прослаблен вот и мы сейчас будем с вами сравнивать этот спринт вот с этим потому что та модель у меня тюнингованная вот а это полный сток регулятор оборотов здесь у нас идет вот к стол вот в принципе очень такая качественная система я думаю что сейчас они уже ее не ставят ставят более бюджетные потому что ценники все растут растут вот ну давайте сравним вот они две шоссе два спринта бмв и шевроле камара скрываем скрываем бмв на магнитах у меня вот шевроле пока что на клипсах но она наверно так и останется но хотя на бмв у меня тоже стоечки есть можно и так и так и сделать грубо говоря шасси она одинаковая вот поэтому можно и так и так использовать как как говорится как вам больше нравится какие значит основные отличия по модели повторюсь шоссе одно и то же у меня уже заменен регулятор оборотов у меня заменен мотор мотор у меня уже более мощный спор у меня поменьше немножечко размером кстати здесь немножко под поджратый спор вот далее у меня нету бокса под приемник у меня просто вот валяется здесь но я его фиксирую в принципе ремешки хорошие тоже натяжитель ремни у меня есть запасные даже что еще за изменено у меня стоят уже более мощные кулаки вот эти вот вещи ну потому что моя модель немножко уже когда-то вредилась амортизаторы немножко меня пожестче здесь помягче и кстати жестковато надо будет поднастроить вот развальчик уже у меня сделан по-другому немножечко вот аккумуляторы у меня вот эти борта уже убраны здесь на липучках все вот и серу более мощная кстати вот здесь пиньон маленький спор большой а меня чуть-чуть наоборот спор пиньон побольше спор поменьше вот очень хочется мне их затестить и посмотреть как они будут вести спринт из коробки и тюнингованный насколько будет разницы будет ли она вообще плюс у этой разницы будет тюнинга этого или минус кстати вот здесь меремень трет а мотор здесь тоже самое и вот сейчас мы подходим к тому моменту когда мы ставим рядышком третью шайку это спорт 3 ну основные отличия спринты на ремне на ремнях привода у них они более тихие а спортовский идет на на косточки на приводах немножко другая система дифференциалы тоже разные все разные а еще момент спорт задний мост разблокированный передний разблокированный а у спринта жопа заблокирована а вперед разблоченный вот поэтому как бы скорость будет набирать наверное спринт быстрей даже если ему поставить коллектор вот а в повороты наверное спорт будет входить лучше ну соответственно конечно надо поставить везде резиновые колеса сравнивать я их буду конечно же все на резиновых покрышках обязательно вот потому что чтобы был одинаковый зацеп все-таки одинаковые условия вот либо третьего комплекта у меня нету резиновых возможно будем экспериментировать и будем использовать дрифт покрышки немножко их сначала по асфальту сотрем а потом попробуем уже прямые участки покатать вот в принципе как говорится колес колес у меня хватает хотя даже есть у меня не знаю конечно немножко не тот стиль вот такие вот дрифт колеса это вот уже раллийные даже не дрифт раллийные колеса вот тоже интересненькие и вот такой вот комплектик еще так что в ближайшее время затестим сравним может быть все сразу может быть сначала отдельно бэкашки покатаем посмотрим на их управляемые все-таки разница там амортизаторы разные сток не сток если плюс стоит ли тюнинговать или и так стандартного хватит вот шашка не новые вот но состоянием прям очень близко к идеалу по мотору мотор 5900 в принципе очень даже не хилый штатный мой тюнингованный идет 5200 немножечко поменьше менее оборотистый вот кстати будет сравнение но опять же спарка спур пиньон пара спур пиньон тоже разные и поэтому кто его знает как она что поведет и как она себя будет чувствовать что будет на разгон лучше что будет может быть на прямой получше что-то будет лучше управляться не знаю вот много чем много разницы есть даже просто в посадке кулаков говорится шаськи все каждый настраивает под себя вот рулевые видите тут потоньше тут потолще и вот будет вам как говорится для сравнения для понимания всей ситуации а что лучше тюнинг или сток или не стоит заморачиваться взять коллекторную версию и гонять ни в чем себе не отказывать но все в принципе спасибо за просмотр вот такие вот модельки представлены у нас сейчас и скоро мы устроим батл посмотрим кто кого так что пишите как вы считаете какая модель из этих более конкурентно способна что вы вообще думаете по всему вообще этому по всем этим моделям вот и какая модель должна победить кто не подписался подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментарии обязательно вот потому что только по комментариям можно понять что вам нравится но все еще раз всем спасибо за просмотр пока спасибо за просмотр